Владимирский индустриальный парк, или сокращенно ВИП, созданный в декабре по инициативе губернатора Светланы Орловой, сегодня открыл двери для журналистов. Как выживает парк в период кризиса, узнал наш корреспондент Борис Пучков. Увольнений удалось избежать, а представители банка ВТБ, которому завод автоприбор задолжал полтора миллиарда рублей, готовы к сотрудничеству. Представитель совета директоров Владимирского индустриального парка Юрий Ковалев проводит небольшую экскурсию для журналистов, побывшие в заводской территории. Теперь она разделена на три сектора. На площадке А главное отнюдь не производственные цеха, а обучающие классы. На станочников, операторов станков с ЧПУ, инженеров здесь учатся студенты Владимирского госуниверситета и индустриального техникума. Это будущее Владимирского индустриального парка. Ну, производят, скажем так, регулировку различных электронных устройств, снятие с них параметров, обработку данных. Ремонт можно производить также. Большая часть, в общем-то, с интересом к этому относятся, пытаются побольше узнать всю элементную базу, элементы ремонта, настройки аппаратуры. То есть, ну, стремятся, поскольку здесь, в этой лаборатории представлено, ну, современное, скажем так, оборудование. Для студентов очень важно представлять, что такое реальное производство и работа в технопарке. Обучение проходит в тесной взаимосвязи с производственным процессом. Роман Карцев – студент третьего курса индустриального техникума. Учиться осталось год. Будущая профессия – наладчик станков с числовым программным управлением. После обучения останется работать на автоприборе. Имитация обработки на станке, только на компьютере. Дают, например, чертеж, и по нему мы должны составить программу на обработку. А это уже площадка Б, 40 с лишним тысяч квадратных метров производственных площадей. Чтобы обойти все цеха, понадобится минимум 3-4 часа. Именно здесь находятся предприятия Владимирского индустриального парка. В последнее время появляется все больше совместных предприятий, например, российско-американский Вистеон автоприбор Электроникс, который производит и комбинации приборов, и другие детали интерьера, не только для автомобилей ВАЗ, но и для Форда. Самые современные разработки. Продукция пользуется устойчивым спросом даже в кризис. По словам директора СП Дэвида Купера, производство будет развиваться и дальше. У нас имеется план перемещения наших линий на этаж выше этого. И у нас уже для этого имеется планировка. На этой планировке вы можете видеть, что все 6 тысяч метров этажа будут заняты нашими производственными линиями. А это еще одна компания, входящая в структуру Владимирского индустриального парка. На площадке автоприбора совместное предприятие существует уже 8 лет. Основная продукция для автопрома. Однако в условиях кризиса приходится приспосабливаться и выпускать другие изделия, признается Роман Щебров. Соответственно, мы вынуждены, чтобы не сокращать людей, сейчас искать другие ниши рынка, то есть нефтомобильная тематика. Чем мы сейчас конкретно и занимаемся? Это такие компании, как Интерскол, Электробыт, всевозможные компании, которые мы пытаемся как раз расширить тематику нефтомобильную. Председатель совета директоров ВИПа Юрий Ковалев поделился планами на будущее. Несомненно, удалось добиться главного – сохранить практически весь производственный потенциал завода. И при этом оставить всех рабочих – 1630 человек. Индустриальный парк постепенно разрастается. На его базе появляются новые предприятия. Да и с крупнейшим кредитором, банком ВТБ, похоже, удалось договориться. Правда, по словам Ковалева, залоговым имуществом, а это 100 тысяч квадратных метров промышленных площадей, банк распоряжается неэффективно. 60% – это тех площадей, которых принадлежат залоговые массы завода ВТБ. И они, на наш взгляд, с ними работают. Ну, на наш взгляд, индустриального парка неэффективно. Опять возвращаюсь. Отключают от электричества, сетей, коммуникаций. Мы им писали письмо, встречались, разговаривали. И говорили, что этим самым они понижают стоимость, на самом деле, своих помещений. Кроме банка ВТБ, есть и другие залоговые кредиторы, которые имеют права на 43 тысячи квадратных метров площадей. На этой базе и развивается сегодня индустриальный парк. Пока 9 предприятий. Мощности завода задействованы лишь на 10-30%. Но перспективы есть. В планах сотрудничество и с КАМАЗом, и Волгобасом, и КЭМС, и другими крупнейшими предприятиями автопрома. Борис Пучков, Александр Горшков, Губерния 33.